Всем доброго трямса, мои зеленые братишки и сестренки! После каждой серии я провожу эксперименты, чтобы понять оптимальное направление, в котором мы будем развиваться. Несмотря на постройку электролизера, а скорее из-за нее, у нас появились некоторые проблемы с водой и, соответственно, с кислородом. Так что запасись печеньками, налей чайку и пошли решать проблемы. Итак, у нас с вами есть ряд проблем, которые требуют нашего решения. Ну, основная проблема это, на самом деле, кислород и вода. Ну, соответственно, если будет вода, то будет и кислород. У нас есть несколько источников воды. Это, во-первых, вот этот источник, паровой гейзер, который тоже может нам давать какое-то количество водички. У нас есть грязная вода, но необходимо будет сделать переработку слизи, чтобы до нее добраться. Иначе у нас колония будет загнивать в микробах. И у нас есть некоторые проблемы с электричеством. Ну, не то чтобы проблемы, просто надо всю эту систему немножко оптимизировать. Также необходимо обязательно оптимизировать подачу кислорода вот с этих вот всех штучек. Поэтому давайте мы сейчас, во-первых, сделаем несколько слитков обработанного металла. И сделаем здесь схемы, которые будут автоматически включать вот эти штукенцы, когда у нас будет слишком большое давление. Не надо зря тратить водоросли. Мне кажется, это будет вполне себе разумное решение. Поэтому давайте мы поставим вот сюда вот повышенный этажик атмосферный сенсор. И проведем к нему провод автоматики. Вот таким образом. Далее у нас есть еще один раскислитель. И его тоже надо, наверное, будет оптимизировать. Поэтому сюда вот мы тоже ставим атмосферный сенсор. И тоже связываем его проводом автоматики. Плюс следующее, что я хочу сделать. Я хочу разобраться вот с этой вот водичкой. Убрать ее отсюда. И поставить здесь систему шлюзов. Но для начала... Так, подожди, что у нас тут? Углекислый газ. Ничего страшного. Главное, чтобы здесь не было у нас грязного кислорода, грязного воздуха. И от него мы будем избавляться следующим образом. Ну, во-первых, надо его приход сюда перекрыть. Давайте из вулканической породы поставим сюда блок. И поставим сюда автошлюз. Хотя, с другой стороны, все равно эта фигня будет пропускать воздух, к сожалению. Но не так много. Здесь мы разбираем, наконец-то, вот эти вот блоки. И нам надо откачать отсюда воду. Я думаю, мы поставим здесь временно насосик. Но сначала надо все это разрушить. Водоросли у нас всего 1300 килограмм. Это мало. Надо будет добыть еще. Вот здесь вот есть часть водорослей. Остальные все где-то, к сожалению, в таких местах, которые заражены. Вот этот давай для начала выкопаем. Это нам точно пригодится. Вот это вот выкопаем. Ну, и здесь надо будет тоже поработать. Но здесь у нас... Да, здесь у нас есть заражение, к сожалению. С этим надо будет что-то делать. Итак, у нас атмосферный датчик готов. Давайте его поставим где-нибудь, наверное, на 1100. Если ниже 1100, то он будет включаться. Ну, и этот тоже где-нибудь... Подожди, а здесь у нас что сейчас? Кислород 1200. Ну да, давайте тоже поставим 1100. Если ниже, пускай включается. А так, не надо нам тут гонять электричество. Не надо тратить водоросли лишний раз. Конечно, его люто колбасит. Неплохо было бы, наверное, поставить какую-то задержечку. Да, потому что... Да, очень неплохо было бы поставить буфер, как мне кажется. Ну, ладно, я думаю, что и без буфера, в принципе, мы как-нибудь разберемся. Тут у нас в любом случае... О-о-о, 2000... 2000 грамм кислорода. Это дофига. Ну, ладно, посмотрим, на самом деле, как тут у нас будет. Все дело обстоять. Для начала давайте вот с этим разберемся. Сейчас мы поставим сюда насосик. И откачаем воду. Труба врежемся прямо сюда. И электричество, естественно, нам тоже понадобится, чтобы его подключить. Ну, и здесь мы шлюз, как видите, тоже делаем. Кстати, знаете что? Давайте сюда еще освежитель поставим. Вот куда-нибудь сюда. Пускай здесь грязный воздух убирают. Нефиг ему делать в нашей колонии. Почему я хочу от этого избавиться? Да, просто потому, что мне надоело, очень сильно надоело, что наши ребята постоянно мочат ноги. Это грустно, на самом деле. Также давайте вот этот рубильничек мы пока выключим, чтобы вода у нас не шла, чтобы этот насос максимально быстро осушил вот это помещение. Ну, и пока у нас есть время, мне кажется, надо, наверное, разобраться как-то с декором и сделать, чтобы нашим ребятам было приятно. Давайте мы сделаем небольшую столовую. Так, ну, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы. Тут бы четыре креслица, на самом деле, поставить. Ну, вот так вот хотя бы сделаем. И на кого-то чуть-чуть не хватит. Ну, ладно, давайте вот так вот. Между ними поставим статуи. Ну, и сверху поставим, естественно, картины. У нас есть хороший художник. Кстати, этот хороший художник сейчас занимается черт знает чем. Совершенно не тем, что нужно. Ну, я думаю, что в любом случае мы ему не отменяли творчество. Так что творчеством он будет в любом случае заниматься. Сейчас он у нас занимается наукой. Будет в том числе и творчеством заниматься. Потому что науки сейчас у нас нету. Да, мы все исследовали. Кстати, давайте посмотрим. Может быть, что-то есть еще интересное, что стоило бы изучить. Умный склад. Ну, вообще-то, конечно, всякие выплавки. Вот это вот все тоже надо было бы изучить. Но давайте мы, наверное, будем это все делать позже. Хотя вот экзокостюмы... Экзокостюмы... Нет, экзокостюмы не имеет смысла сейчас делать, потому что банально не из чего. Также можно вот здесь вот пока подкопаться. Все вот это тоже убрать. Заодно еще меди поднимем и уголька. Во, наша водичка уже практически ушла. Остаток, наверное, можно даже вытереть. Нет, пока еще слишком много. Надо еще чуть-чуть, чтобы он поработал. Во, все, можем вытирать. Это значит, что, в принципе, вот эту шляпу мы можем с вами уже сносить. И вот эту шляпу можем сносить. Но нам надо, наверное, что-то с электричеством сделать. Вот как тут у нас кабель пойдет, фиг его знает. Вот это выкапываем. Для начала все надо вытереть, а потом уже работать дальше. Все, все вытерто. Значит, можно здесь все разбирать потихонечку. И лесенка нам тоже больше не пригодится. Тут мы с вами строим вот так вот стеночки. И давайте вот этот вот угловой еще. Нам тоже понадобится пять клеточек. Но я буду делать не такую систему, как вот здесь. Немножечко, наверное... Хотя, может, она и не будет очень быстрой. Но она будет сто процентов работать более эффективно. И однозначно не будет ничего пропускать. Я уже все проверил. Мне присылали разные схемы шлюзовых. Которые работают там с кнопками, с буферами и так далее. Но что-то я, честно говоря, не совсем понял, как без насоса можно сделать автоматический шлюз, который сто процентов не будет ничего пропускать. Как-то я не совсем это понял. Давайте сюда ставим. С этой стороны два шлюза сюда. А, пардон. Пардоньте, ребята. Нам надо три клетки внутри. Значит, мы делаем что? Мы вот здесь вот еще давайте поставим блочок один. А можно даже и два было бы поставить. Ну ладно, пускай будет один. И сразу сюда можно еще и автошлюз поставить. Но запитывать его совершенно нет необходимости. Внутри мы с вами ставим газовый насос. И из логики нам понадобится два сенсора газа. У нас здесь, в принципе, два опасных газа, которые к нам могут сюда проникнуть. Это водород и это, соответственно, хлор. И поэтому нам надо два датчика. К сожалению, они могут распознавать только один какой-то вид газа. Соединяем логикой эти датчики с нашим насосом. Смотрим, что у нас. Во-первых, да, во-первых, нам надо будет сделать вывод газа куда-то, да? Из насоса. Ну давайте сделаем это вот. Хотя, подождите, а зачем мы будем тратиться? Мы лучше сделаем прямо вот таким вот образом. И сюда поставим решеточку вентиляционную. Как у нас с подключением электричества? Насос надо запитать. Теперь здесь мы ставим хлор, потому что он у нас внизу. А на верхнем датчике мы ставим водород. Он у нас вверху. Как только один из этих сенсоров заработает, то есть обнаружит водород или хлор, запустится насос и будет качать до тех пор, пока датчики будут еще обнаруживать в этом помещении какой-то воздух. Ну, обычно он, в принципе, докачивает до вакуума. Но работает буквально долю секунды. И дубликантам даже не надо здесь задерживаться. Он не пропускает сюда ничего. Это уже проверено. Я специально спускал вот отсюда хлор в это помещение. И ни капельки не попало вовнутрь вообще. То есть система, как ни странно, работает довольно-таки эффективно. Ну что, можно вот эту вот шляпку включить. И дальше, что я хотел бы сделать? Я хотел бы, наверное, отказаться вот от этих батарей. Для этого нам надо сделать несколько умных батарей. Это, конечно, расточительство. Но ничего страшного. Зато другого расточительства у нас с вами не будет. В частности, у нас не будет тратиться лишний уголь. Далее, что я хотел бы сделать? Я хотел бы сделать систему очистки минералов, которые будут поступать на нашу базу вот с этой стороны. Сейчас она не настолько актуальна. Но скоро она будет очень актуальна. Как минимум... Да, даже вот так вот три давайте поставим. Водород, я надеюсь, вниз не пойдет. Но он и не должен, в принципе, вниз пойти. Правда, тут есть другие неприятные неприятности. К примеру, то, что здесь есть зараза микробы, которые почему-то живут в водороде. Каким образом это вообще могло произойти, я не понимаю. Но это происходит. Давайте из вулканической породы вот сюда поставим. Да, водород пошел. К сожалению, зараза, водород пошел вниз. Это грустненько. Или что тут вообще вниз пошло? Черт. Да, водород, водород. Можно, я думаю, его вообще откачать. Как вы думаете? Можно поставить наверх временно насос. И откачать оттуда весь водород куда-нибудь сюда. Не куда-нибудь даже, а вот сюда вот на наш генератор. Окей, давайте мы этим займемся. Прокапываться будем сюда потихонечку. И будем избавляться от этого говнеца. Совершенно нам это тут не нужно. Но заодно в любом случае можем проверить, работает ли эта система. Поверьте, она работает. Даже можно без проверок. Единственная беда, видите, что здесь творится вот с этими вот микробами. Вот отсюда я избавлялся по старой системе. То есть я откачивал воздух вот сюда в холодный биом. И потом обратно возвращал уже воздух без микробов. Потому что они там замечательно умирали. Более того, знаете, что я сделал? Тоже испытал такую систему. Я поставил насос сюда. И сделал вот здесь вот из термоактивных материалов трубы. И просто сделал циркуляцию. То есть здесь вывод, здесь же насос. И просто они циркулировали. И в результате количество микробов уменьшилось практически до нуля. Вот такая вот интересная тема. Не знаю, с чем это связано. Но по ходу дела реально очень даже неплохо работает понижение температуры. Так, эти штуки мы настраиваем на движение направо. И нам надо будет подвести сюда еще хлор, который мы вот здесь вот с вами делали. Тут давление, кстати, уже... Ну, нет, тут давление пока еще нормальное. 2,7 килограмма. Но это все равно дофига. Вот сюда, к сожалению, такую систему сделать не получается. Потому что без клапана высокого давления, который, в свою очередь, делается из пластика, нельзя сделать так, чтобы насос откачал обратно сюда воздух. Нам же не надо его выкинуть сюда. Нам хлор здесь как раз и не нужен. В общем, вот такая вот беда получается. А клапан высокого давления я сделать не могу, потому что у меня нет пластика. Кстати, как у нас там столовая наша поживает? Поживает, добра наживает. Ну, в принципе, по-моему, нашим ребятам все очень даже нравится. Тут, ну, что тут может не нравиться? По идее, все супер. Ой-ой-ой, единственное, что надо было вот все вот это покрытие делать совершенно из других материалов. Ну, ладно, мы здесь делаем теплоизолированные, точнее, ну да, теплоизолированные блоки. Потому что здесь у нас с вами будет потом находиться система новая электролизера, которая будет работать в автоматическом режиме и не будет требовать каких-то фильтров и так далее. Ну, изначально будет требовать, но в дальнейшем нет. То есть изначально надо будет немножечко пофильтровать, а потом можно будет забыть об этом. Итак, значит, нас интересует здесь газовый насос, нас интересует здесь газовый фильтр, потому что, естественно, нельзя подавать на генератор водородный что-то, какую-то смесь. Он быстро выйдет из строя, точнее, не быстро, а мгновенно. Поэтому так поступать нельзя. Ну, и давайте сделаем вот таким вот образом. Эй, эй, блин, ну ладно, разберемся. Вот так пока сделаем. Ну, а здесь просто делаем вывод. И надо будет, естественно, сюда подтащить электричество. Вот таким макаром. Сейчас мы избавимся от всего этого дерьма. Я надеюсь, что бактерии там сгорят, к чертовой матери. Я вообще надеюсь, что этот водород, он сам по себе как раз содержит бактерии. Хотя вообще-то я думаю, что они только в кислороде бывают. Но оказывается, что нет. Потому что здесь у нас вроде бы нету совершенно зараженного кислорода. Но, тем не менее, бактерии здесь немерено. Что у нас там, кстати? У всех иммунитет стопроцентный. Ну, хоть что-то радует. Так, давайте сюда поставим водород. И сейчас все это пойдет у нас по трубам, по трубам. Пойдет все у нас сейчас на генератор. Но он вряд ли справится. Вряд ли он сразу все это переработает. А мы тем временем можем наконец-то заняться нашей электростанцией. Тут, кстати, у нас есть явные проблемы с углекислым газом. 3750. Да, тут есть явные проблемы с углекислым газом. Ну что, давайте, значит, копаться. Посмотрим, где собака порылась. Здесь у нас газопроницаемые блоки. Сюда мы поставим с вами батарейки. Вот единственное, что я не понимаю, все батарейки надо на логику записывать или нет? Теоретически, наверное, да. Потому что они там светятся, что типа того не подключены к логике. Но вроде все равно заряжаются. Окей. Тут давайте тоже все прорываем. Даже, да, вот так вот давайте в три клеточки. Ой, тут жарища. Да, 50 градусов. Тут прям, прям совсем душегубка. И наш насосик, судя по всему, да, наш насосик встал. Потому что наш генератор просто банально не справляется со своей задачей. Он не может переработать такое количество водорода. Ну ничего страшного, в принципе. Совершенно нет, ничего в этом страшного. Вот сюда можно еще водород, кстати, подать. Он здесь тоже будет совершенно не лишним. Сюда давайте сразу поставим еще умные батареечки. Вот так вот три штучки. Соединим их плотным кабелем. А логику пока вешать не будем. Посмотрим, как это все будет работать. И сюда же поставим цветочный горшок, в который посадим хладодых. Лишним не будет. А то тут жарковато немножечко стало. Плюс, наверное, все-таки надо СО2 сюда поставить. А лучше накачать эту комнату водородом по полной программе. Может быть, тогда будет даже лучше. Хладодых будет лучше как-то передавать температуру. Может быть, даже справиться с ней. Ага, только хладодых еще надо где-то откопать. Ладно, давайте копируем отсюда настройки. Вот через копирование почему-то можно посадить хладодых, не имея семечка. А без него никак. Значит, смотрите, здесь у нас есть семечка хладодыха. Но до него тоже надо докопаться еще. Сюда мы ставим лесенку из вулканической породы. Ну и все это безобразие, естественно, срываем. Было бы неплохо еще вот... Да, давайте вот так вот сделаем. На самом деле, можно туда даже два хладодыха поставить. Хуже не будет. Вот, а если надо будет, всегда можем убрать. В чем проблема? Вот он, видите, он говорит, что логика не подключена. Но при этом зарядка у батарейки идет. То есть она будет ориентироваться вот на эту батарею, как я понимаю, да? И выключать всю систему. Это грусть печально, на самом деле. Не знаю, стоит ли тут ставить логику на все батареи или не стоит. Как вы думаете? С другой стороны, если мы сейчас... Хотя, подождите, теоретически, да. Здесь надо подключить логику. Мы какое-то количество электричества потеряем, естественно. Значит, давайте здесь тоже ставим на 50 на всех батарейках. Опс, точнее, прошу прощения. Прошу прощения. Вот здесь мы ставим с вами на 50, а наверху соточка. В принципе, да, мы какое-то количество электричества потеряем в тот момент, когда вот эта батарейка будет уже заряжена, а эти батарейки еще будут работать вовсю, да, заряжаться. Но потом, когда они все выровняются в сотку, все начнет работать нормально. Потому что, как я понимаю, электричество у нас равномерно расходуется со всех батарей, подключенных в цепь. Да, заработали. Ну и давайте сюда поставим еще один горшочек и поставим еще один хладодых. Тем более, что там как раз два есть. Вот, теперь наши ребята намного быстрее здесь носятся. И по поводу, я же не подключил пока еще хлор, да? А как мы его теперь будем подключать? Большой-большой вопрос. Тут нам немножечко мешается вся эта фигомотина. Ладно, давайте мы сейчас сделаем проводку трубы, наверное, вот здесь вот по потолочку. Здесь вниз. Здесь у нас с вами потом будет донышко вот этого вот контейнера с водой, который мы с вами тоже будем осваивать. Так, 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 так. Так, а вот здесь вот уже сложнее. Вниз нам его не надо совершенно запихивать. И, ну, что делать? Походу, дело придется. Ну, давайте так вот сделаем. Он, конечно, не очень красив, мягко говоря. Ладно, пускай понизу идет. Пускай понизу идет. Вот так. Эти штуки сейчас у нас заправятся хлором и будут все ресурсы уже через них прогонять, которые у нас будут идти на базу. Также пускай у нас здесь будут полы. Нам это пригодится, потому что вот здесь я буду тоже делать интересную систему. Систему, наверное, очистки как раз работы со слизью, потому что нам в любом случае надо будет забираться сейчас сюда. Нам нужна будет водичка еще, поэтому придется там нам немножко поработать. Так, что у нас с хладодыхами, кстати? Да, хладодыхи, вот второй как раз у нас сейчас сажают. Кстати, вообще-то теоретически, теоретически, углекислый газ должен очень неплохо передавать температуру, но, по-моему, это не происходит на данном этапе. И батарейки, кстати, у нас заработали, поэтому, я думаю, вот эти батареечки можно уже пускать на разбор. Вот эти, и я думаю, что даже и эти можно пускать. Какая, в принципе, разница, сколько у нас батареек, сколько у нас запасенов? Все равно у нас генераторы будут запускаться, когда нет электричества. Какая разница, какой есть запас? Все это мы разбираем, медь лишней не будет. Так, а вот что делать вот с этим вот фигней? И каким образом вывести каменного норника? Скажите мне, пожалуйста, как заставить вот этих товарищей дать яйцо каменного норника? Наверное, теоретически, нам надо сделать где-то вот здесь вот, а у нас здесь и так уже бизнес-инкубатор практически, да? Вот в этой шляпе, по-моему, можно хранить яйца. Давайте мы там и будем их хранить, и пускай они где-нибудь здесь у нас вылупляются, а мы будем смотреть, что там да как. Потому что здесь у нас норников что-то уже, по-моему, перебор лютый. Что у нас по кислородику? По кислородику все нормально, несмотря на то, что у нас здесь стоят вот эти датчики. Вроде как все получается. Да, 1200 держится, а было 2 с чем-то. Но, обратите внимание, с кислородом действительно все хорошо. Так, хлором все заполняется. Превосходно, ребята. Ну, ладно, слизь у нас пока таскают сюда. Вот здесь вот у нас ящик для слизи. Так что проблем, я думаю, не будет, если мы выкопаем здесь какую-то часть вот этого вот богатства. И потом все это безобразие переработаем. Ой, рыбешка, рыбешка, прыгай давай. А, в контейнере все равно воды один фиг нету. Нам надо поддерживать какое-то количество водорослей на базе. Потому что у нас все-таки из воды сейчас вырабатывается не так много, как хотелось бы кислорода. Пум-пум-пум-пум. Ну-ка, 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 накусь, выкусь. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как я тут лучше буду делать. Нам теоретически здесь нужен термоактивный, наверное, материал. Поэтому будем делать из обсидиана. Для контейнера, чтобы сами как бы вот эти стеночки, они тоже охлаждались. Хотя, возможно, я как обычно туплю. Ну, невозможно, а скорее всего точно. Давайте здесь сделаем вот такой вот контейнер. И вот в чем вопрос. У нас есть лед, а, есть загрязненный лед, да, есть снег. Так, так, так. Загрязненный лед нам тут, конечно же, не нужен. Обычного льда, кстати, у нас тут и нету. Просто как эту тему охлаждать? Я думал туда запихать просто контейнеры с льдом, да, вовнутрь. Но тогда они будут таять, и вода у нас будет с вами грязная. Хотя, подождите, есть же фильтр воды, правильно? Можно загрязненную воду отделять от обычной. Ну да, это же замечательно. Ладно, давайте здесь мы ставим каркасные блоки и лесенку в уголочек из вулканической породы. Вот таким вот образом. Ну и, естественно, срочность мы здесь ставим на девяточку именно у лестницы, потому что ее надо сделать максимально быстро, чтобы наши ребята там где-нибудь не застряли. Ну, здесь кусочек выкапываем. Также нам надо поставить сюда, как мне кажется, еще склады. По крайней мере, несколько штучек, чтобы не таскать все ненужные ресурсы туда. Ну, кстати, он обрабатывает, как я понимаю, именно те материалы, которые надо. То есть он обрабатывает водоросли и обрабатывает слизь, когда несет их на базу. И это, в принципе, правильно. Опа. Ну, здрасте, при... Уже, что ли? Уже все таять начало? Или кто-то обоссался? Скажите мне, пожалуйста, что происходит? Что за дичь здесь происходит? Не нужны нам мокрые ноги, тому же в грязной воде. Ну, вот это тоже давай подкопаем. Может быть, быстрее работать начнете. Ну что, я сделал вот такую вот систему. Здесь у нас с вами стоит насос, рубильничек на него. Ну, насос пока у нас ни с чем не соединен. Надо будет смотреть, что он будет качать. Будет ли у нас тут грязная вода? Скорее всего, будет. То есть, где-то вот здесь мы с вами будем ставить фильтр водяной, который будет посылать воду на переработку грязную. Ну, а чистая вода будет у нас с вами идти дальше в колонию. Дальше суть какая? Все это сделано из термоактивных материалов, включая низ. Здесь я сейчас закрою вот эти стеночки, накачаю сюда водорода, просто чтобы снизу у нас была температура как бы минимальная, да? Может быть, это как-то будет помогать, потому что сейчас мы начнем сливать сюда вот эту воду. Она здесь, видите, 40 градусов где-то или около того. В общем, не сильно приятно. Так, и надо это будет как-то все, наверное, охлаждать. Вот я не уверен, термоактивный материал это то, что отдает температуру нормально, как я понимаю. То есть, она с температурой прям вот хорошо взаимодействует. Или же это что-то другое? Я просто не в курсе. Так, и у нас будет куда деть... А, водород уже девать некуда, да? В смысле, его просто тупо нету. Кстати, а что у нас здесь по бактериям? Да, смотрите, бактерий стало в разы меньше. Зато бактерий вот здесь почему-то стало много. А как они здесь-то оказались, ребятушки? Что-то я в этой жизни не понимаю, судя по всему. Ладно, давайте мы здесь тоже поставим блочок и поставим сюда освежитель. Пускай он занимается очисткой, потому что потом мы пойдем сюда исследовать. И нам совершенно не надо, чтобы наш бедный работник тут что-нибудь себе подхватил неприятное. Ну и сюда нам надо будет сделать сейчас с вами подачу водорода. У нас, к сожалению, мы не можем высокого давления создавать, потому что нету пластика. Увы и ах. Давай вот так вот мы это все сделаем. Подача водородика. Вот здесь вот, наверное, надо будет... Ну, хлор нам дальше пока подавать не надо, поэтому можно просто тупо по прямой вот так вот сделать. И вот здесь вот эту трубочку можно разобрать. Она нам больше не нужна. Нам надо теперь в другую сторону подавать водород. Вот тут какие-то остатки есть, но мы сейчас перенесем, наверное, вот в эту сторону. Здесь поставим и уже отсюда выкачаем остатки водорода. Хотя, 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 не знаю, сейчас посмотрим. Давайте сначала это завершим. Вот эти два отверстия сделаны для того, чтобы когда подается у нас водород, чтобы он вытеснял кислород потихонечку вниз, потому что кислород тяжелее водорода, и он, соответственно, будет уходить вниз. Потом их тоже замуруем. Не знаю, может быть, идея полное говно, вы, наверное, так и скажете. Но я постоянно в этой игре занимаюсь экспериментами. Именно это мне в ней и нравится. То есть то, что здесь можно экспериментировать и придумывать какие-то новые схемки, возможно, которые никто не использовал, или же кто-то другой использовал, но ты это не видел, решил попробовать сам. Сработает или не сработает? И, в принципе, у нас здесь еще есть вот такая вот штука, антиэнтерапийный терморегулятор, который может вообще офигенно охлаждать воздух, да? То есть окружающую среду, если подать на него какое-то количество водорода. Им мы тоже будем обязательно пользоваться, но чуть-чуть попозже. Давайте эту систему мы сейчас закончим, и я буду начинать уже спускать сюда водичку. Ну и надо будет заниматься системой охлаждения для вот этого всего беспредела, для парового гейзера, потому что здесь у нас температура-кто... Температура-кто не маленькая, совсем не маленькая, и нам это не с руки. Чем больше температура, тем больше всякой гадости кругом происходит. У нас... Так, даже загрязненная земля. А что у нас там? Загрязненную землю уже девать некуда, да? Как я понимаю. Да, ребят, загрязненную землю-то уже девать некуда. Давайте-ка мы вот сюда все-таки и загрязненную землю тоже запихнем. Иначе она нам будет портить, прям портить нам будет жизнь конкретно. Все довольно неплохо со стрессом, всего 12%, больше двадцатки вообще не поднимается. Я даже, честно говоря, удивлен. Когда я тут проводил испытания в песочнице, ну там как бы быстро строишь, мало внимания обращаешь на детали, и, соответственно, у меня персонажи постоянно психовали. Просто постоянно. И эта штука работает, кстати. Я вот уже монтировал предыдущую часть записи, и когда я говорил, надо проверить, как она работает, предварительно она уже работает. Вот, видите? Вот, 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 вот. Что-то пролезло, и он активизировался. Единственное, что с двумя, соответственно, сенсорами он не будет реагировать на загрязненный кислород. Так бы с тремя можно было бы еще его настроить и на загрязненный кислород, чтобы он его тоже откачивал в обратную сторону. Так, с этим разобрались. Давай теперь сделаем здесь тоже из обсидиана стеночку. Поставим ее на срочность девяточку. Надо посмотреть, чтобы только ее не построили где-нибудь наши ребята, находясь внутри, а то они оттуда хрен потом выберутся. Так, отлично. С этим все хорошо. А водород-то у нас там есть какой-то? Что-то туда у нас идет уже. Да, смотрите, водородик у нас потихонечку, ну очень потихонечку туда начинает поступать. Надо, наверное, переносить вот этот насос куда-нибудь сюда. Все, ребят, вот это давайте мы разбираем. Это нам больше не пригодится, нефиг тут тратить наше электричество. И трубы, кстати, тоже, я думаю, все надо будет разобрать. Вот, по крайней мере, эти трубы мы разбираем, чтобы они нам тут глаза не мозолили, и чтобы мы четко понимали, где и что мы делаем. Вот отсюда можно откачать водород, или скорее вот отсюда. Поэтому назначаем здесь в производство вот такую систему. Сейчас ее сделаем и перекачаем весь водород туда, куда нужно. Все, фильтр выставляем на водород. И все, заработало. Кстати, как у нас с запасами угля? Вообще, вот норники, насколько часто они дают уголь? Потому что я, честно говоря, не совсем понимаю, насколько они часто его дают. Давай на шестерочку сбор угля поставим, потому что иногда его просто банально не хватает. Начинаешь выкапывать. Ну, в общем-то, так, ну-ка, минерал. Так, потребляемая руда. Угля у нас 11 тонн. Только где он весь лежит, непонятно. Здесь у нас 4,5 тонны, а все остальное лежит неизвестно где. А, вот они сейчас начинают собирать. Да, надо было это заранее сделать. Потому что вот сюда бегать, конечно, за углем. У них у бедных ушки здесь закладывают из-за гейзера. Кстати, возможно, что имеет смысл тут все это немножко переделать и поставить здесь насос с давлением. Вот здесь вот, для перекачки его сюда, в резервуар. Да и вообще, может быть, резервуар сделать. Потому что не надо позволять вот этому гейзеру постоянно впахивать. Да, мне кажется, это не самая лучшая мысль. Итак, водорода здесь у нас 1800. Ну, маловато пока. Пускай, пускай, пока качает. А, качать уже неоткуда. Качать уже неоткуда совершенно. Здесь нету водорода. Здесь уже практически вакуум. Ладно, все. Тогда, тогда эту систему мы тоже разбираем. Водород надо взять откуда-то из другого места. Ладно, в любом случае, потихонечку накачаем. Я вообще делал без этой системы. И все прекрасно работало. Давайте прокапываться пока и сливать воду. Начнем мы, наверное, вот с этой водички. Ее тоже надо будет как-то к нам сюда перелить. Рубильник здесь поставлен специально. Потому что я не хочу, чтобы вода постоянно туда у нас поступала. Я хочу, чтобы она здесь успевала как-то остыть. Но надо с этим будет работать как можно быстрее. Так, что у нас тут с кислородом? С кислородом все хорошо. А вот с водой не очень. Надо новый электролизер делать. И делать его чем быстрее, тем лучше. Ладно, не будем наших ребят отвлекать. Пускай они здесь сначала разберутся. Все, водичка пошла. Сейчас она, правда, станет грязной. Потому что у нас здесь лед грязный местами. Ну, а мы продолжаем здесь тоже выкапываниями заниматься. Все здесь выкопаем. Вот это все пространство. И будем начинать спускать воду вот отсюда. Так, скажите мне, пожалуйста, если яйцо норника хранится внутри, оно будет как-то выводиться? А, инкубация 75%. Яйца вылупляются так в новых существ. По завершению периода инкубации. Вот мне интересно. Оно как-то будет здесь вылупляться? Или его надо отсюда выкладывать на пол? Скажите, пожалуйста, я просто с этим не связывался пока. Пока не в курсе. И надо бы еще водички, наверное, слить. Почему бы не слить вот эту? Давайте здесь быстренько сделаем лесенку. Вот так вот. И вот здесь вот надо подкопать, чтобы у нас вся вода полилась туда, куда надо. Слизь у нас появится, которую надо будет перерабатывать. И, естественно, естественно, Гринни ее пока не придумал, где перерабатывать. Ну, точнее, не то, что не придумал. Гринни знает, где ее перерабатывать. Просто проблема в том, что я еще не построил систему для ее переработки. Да, давайте срочно здесь на восьмерочку где-нибудь поставим. Вот так. Чтобы здесь все максимально быстро сделали. Слили воду. И тогда мы получим еще какое-то время свободное на то, чтобы спокойненько работать и подготавливать нашу вот эту систему. Так, а тут у нас как дела обстоят? Слушайте, не справляется он особо. Загрязненного кислорода слишком много. А что здесь его выделяет? А, ну правильно. Что здесь его выделяет? Загрязненная вода его здесь выделяет. Ее бы надо куда-то перерабатывать, чтобы она не выделяла. Но, как я понимаю, если ее... Короче, ее, по ходу дела, нельзя пускать в переработку в электролизеры, потому что воздух тоже с бактериями получается. Я тут пробовал, и получается какая-то дрянь непонятная. Странно вообще. Теоретически электролизер кипятит воду. Ведь это так вот, если он раскладывает ее на составляющие, на водород и кислород, то теоретически там должен быть большой нагрев, и никакие микробы выжить там просто не должны. Но они выживают. Какая-то дичь непонятная. Куда девать эту воду? Ну, за исключением того, что ее можно использовать в поливе. Если ее нельзя перерабатывать на кислород, то что с ней делать, блин? Можно ее в ручном режиме обрабатывать и удалять из нее все бактерии. Можно, не вопрос. Но это долго. Это отнимает время наших колонистов, которого и так, в принципе, не хватает на то, чтобы выполнять какие-то другие работы. В общем, я в глубокой задумчивости от слова зад, судя по всему. Вот так вот давайте построим здесь лестницу, чтобы наши ребята могли здесь нормально работать. И водичка у нас пошла, ребята. Пошла водичка. Сейчас заработает насос и начнет перегонять чистую водицу. Здесь уже никаких бактерий не будет. Начнет перегонять ее вот сюда. Давайте посмотрим, кстати, что у нас. Кислород все еще в норме. Превосходно. Можно было бы, кстати, электролизер тоже запитать на какой-нибудь... Не запитать, а сделать его зависимым от какого-нибудь атмосферного датчика. Только фиг поймешь, где его лучше ставить. Вы знаете, на самом деле все очень просто. Я думаю, что надо ставить... Ну, правда, это будет расход электричества. Надо просто вот здесь вот ставить не газовый клапан, а газовый контролер сюда ставить. И вот от него уже отталкиваясь, то есть если будет какое-то определенное давление здесь происходить, да, то есть атмосферный датчик, и тогда он будет уже сюда поставлять кислород. Вот это будет, наверное, оптимальная система. И, соответственно, если труба будет забита, то эта штука не будет работать. Ну, я думаю, что мы это сделаем тогда, когда я вот здесь вот сделаю электролизер. Ну, тогда примерно, когда рак на горе свистнет. Температура жидкости сколько? Минус две... А, ну да, у меня тут начал появляться лед. Отлично. Да, и насос, короче. Водопроводная труба накрылась медным тазиком. Тут можно теплоизолированные трубы поставить, но я не вижу в этом особого смысла, потому что, в принципе, здесь не будет такой температуры. Это только сейчас так получилось. Как только мы туда начнем сбрасывать в воду, температура там будет уже совсем другая. В принципе, наверное, даже хорошо, что мы туда сейчас сбросили в воду, что она остыла совсем. И сейчас ее разбавят горяченькой. Горяченькой будет не до такой степени горяченькая, как могла бы быть. Ну, а мы пока все здесь выкапываем. Кстати, ребят, для чего нужен фосфорит вообще? Он где-то используется? Я просто так и не нашел. И, по-моему, из него строить ничего нельзя. Ну, во всяком случае, его здесь в материалах нет. Для чего он используется? Что из него можно получить? Так, ну что, прокапываемся дальше. Сейчас кто-то, ой, сейчас кто-то ошпарится, наверное. Там водичка-то, хотя гейзер не работает. Нет, гейзер не работает, слава яйцам. Поэтому можно относительно спокойно прокапываться. И здесь у нас еще куча угля есть, что тоже весьма полезно. В общем, прокапываемся, спускаем в воду. И потом надо будет здесь сделать что-то типа воронки такой. То есть сделать вот таким вот уголком, чтобы вода там стекала самотеком в нижний наш контейнер. Ну, и вокруг здесь, естественно, придется строить какую-то такую систему из теплоизолированных блоков или из абиссолита. Я думаю, что из теплоизолированных блоков. Не буду я париться с абиссолитом. Но наша задача в этой серии просто спустить воду. А просто спустить воду. Пускай она у нас здесь остывает. О, все отлично. О, блин, нифига себе. По-моему, ребята чуть-чуть подгорели. Водичка у нас, температура 45 градусов. Ну, она будет, конечно, остывать. Но на данный момент она все равно дофига горячая. Ну что, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Если вам понравилась серия, обязательно ставьте лайкосик. Напомню, что чтобы выходили серии по незадыхайке, обязательно нам надо набрать, ну, хотя бы 200-250 лайков. И тогда я с удовольствием выпущу следующую серию. Это не то, чтобы мое ЧСВ. Это просто необходимость Ютуба. Потому что чем больше лайков, тем выше поднимается ролик. Ну, а мне, как любому автору, хочется, чтобы ролик посмотрело как можно большее количество людей. В общем, я на вас надеюсь. С вами был Гриний. Всего доброго. Всем пока и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok